МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве состоялась рабочая встреча главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым, на которой обсуждались вопросы развития цифрового телевидения, электронных услуг и почты России. В начале встречи стороны обменялись информацией о ходе реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания в России. Сегодня в Карачаево-Черкесии доступ к цифровому телевидению имеет 65% населения. Предполагается, что ко времени завершения действия программы совокупный охват составит 100%. Запланировано строительство 45 объектов связи. До конца этого года планируется построить 38. Также Николай Никифоров и Рашид Тимрезов обсудили состояние сети объектов почтовой связи, в том числе их доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Обсудили вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и отделений почтовой связи. Тема доступности госуслуг также была затронута в ходе обсуждения реализуемых в республике проектов электронного правительства. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с членами правительства, на котором шла речь о подготовке перечня объектов капитального строительства для включения в подпрограммы государственной программы развития СКФО. В частности, обсуждался перечень как новых объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, так и объектов незавершенного строительства. По поручению главы республики, перечень объектов должен быть сформирован с учетом объемов работ, которые предстоит провести для завершения строительства, а также с учетом реальных потребностей муниципального образования в заявленной инфраструктуре. Рашид Тимрезов поручил вице-премьеру, министру строительства и ЖКХ Сергею Смородину еще раз изучить эти объекты, скорректировать свои планы, учитывая возможности бюджета республики по софинансированию данной программы. Соответствующее поручение было дано и вице-премьеру Евгении Ксенофонтовой, курирующей в правительстве финансово-экономический блок. В республике действует программа «Социальное развитие села», в рамках которой только в прошлом году было построено 32 километра газовых сетей, построено два ФАПа, в ряде населенных пунктов решилась проблема с водоснабжением. В этом году планируется ввести в эксплуатацию более 17 километров водопроводных сетей. Подробнее Шерифат Лепшокова. В высокогорном селе Лькуш, находящегося на высоте 1300 метров над уровнем моря, в прошлом году состоялось долгожданное событие – пуск в эксплуатацию нового 11-километрового водопровода, который обеспечивает водой все 120 домов этого населенного пункта. Ранее водоснабжение села осуществлялось из местной скважины, однако из-за сошедшего оползня жители были лишены этого источника воды. Инициатива строительства нового водопровода принадлежала главе республики Рашиду Тимрезову, который, ознакомившись с проблемой селян в ходе рабочего визита в Малакарачаевский район, дал поручение включить село Лькуш в целевую программу социального развития села. Прошло чуть менее года, и проблема была решена. Появилось централизуемое водоснабжение в Абазахабле и Кастахе-Тагурово. Действительно очень сложная, нерешаемая десятилетиями была задача. Село Лькуш, это пригород города Кисловодска, рядом с цивилизацией, прекрасные, великолепные места, есть газ, но люди покидали этот населенный пункт, потому что не было воды. Не было вообще воды, и более 11 километров в условиях высокого горя протянули воду, она есть. По Абазахабле мы приняли очень такое сложное достаточно инженерное решение, пробурить шесть скважин, достать оттуда сифонным способом и соматичным способом подать. Кастахе-Тагурово тоже был достаточно сложный проект, подключили его к карачаевскому водоводу. Но в некоторых населенных пунктах все еще сохраняются проблемы с водой, говорит Ахмач Учаев. Так, в одном из больших сел республики Терезе нет централизованного водоснабжения. Сейчас мы ведем исследовательские работы поисковые, пробили несколько шуршов, откачали воду, исследовали коэффициент фильтрации, мощность водоносного слоя, сейчас вот нам готовят заключение, сделали анализ этой воды. Я думаю, в этом году мы тоже приступим к работе, чтобы у этого населенного пункта было централизованное водоснабжение. Кроме того, были в Красном Востоке тоже исследуем все родники, чтобы была возможность сделать каптаж, соматичная подача. Нашли такие родники, тоже отдали воду на исследование. В рамках программы развития села в прошлом году также было проложено 32 километра газопровода. В прошлом году были проделаны очень большие объемы по газификации. В частности, завершили такой важный объект, это было контрольное поручение главы президента по газификации села важного. Но практически 100% мы ее завершили. Очень большой объем работы проделан в станции Старожевая. Сделали очень крупные такие уличные локальные сети, сделали. Кроме того, сделали те сети, которые были между кварталами брошены, начали строить. И по каким-то тем или иным причинам сделали. В станице, где проживают более 8 тысяч жителей, в прошлом году было проложено около 9 километров труб. На нынешнем этапе планируют завершить работу через речку Бежгон. Если работу будут вести с такими темпами, говорит Ахмат Чучаев, то полная газификация завершится в ближайшие два года. Появится голубое топливо и в станице исправный. Почти 9 километров труб уже проложено. В этом году работа планируется продолжить. Кроме того, в этом году у нас есть такое жесткое поручение. Это в те районы, в те населенные пункты, где никогда не было газа, чтобы людям дать почувствовать, что вот, вот, Рубский район, да, не было никогда газа. И об этом, вот сколько я себя помню, все время идут разговоры, вот будем строить, будем строить. Вот с проходом головы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Он не только сдвинулся с мертвой точки, газопровод высокого давления уже проложен. Уже там есть газ. Шерифат Лепшокова, Каплан Нагаев, Вести, Карачаево, Черкесия. До конца года в Карачаево-Черкесии построят 10 многофункциональных спортивных площадок. Строительство объектов будет осуществляться в рамках договоренности между председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером и главой Карачаево-Черкесии Рашином Тимрезовым. Алла Динаева подробнее. В поселке Эркин-Шахар Нагайского района в эти дни идут земляные работы по строительству спортивной площадки. Фундамент размером 32 на 49 метров уже готов. Теперь будут асфальтировать поверхность, укладывать искусственное покрытие поля и строить ограждения. Техника работает в Инджиджикун, Абазинском районе, в ауле Инджиджикун. После этого они выезжают к Изыл-Октябр. Завтра перемещается техника в Кызыл-Октябр. Точно такие же земляные работы сделаны уже в поселке Кавказском. Из-за погоды вчера должны были там выравнивать, как вот здесь. Не смогли заехать. Как погода позволит, там тоже будет продолжено. Мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, этими и другими видами спорта можно будет заниматься здесь детям и молодежи. Многофункциональные спортивные площадки удобны. Они соответствуют всем современным стандартам. Цель руководства Карачева-Черкесии – приобщить как можно больше молодых людей к спорту. На территории школ в основном строятся эти площадки. Тут могут играть и местные жители молодежи, и школа будет более сохранная. Для сохранности в основном выбирается территория. И это было руководители районов, главы администрации, где указали там строиться. Спортивные объекты строятся с использованием современных технологий и материалов. Первые пять площадок в Иркин-Шахаре, Кавказском, Малоабазинском и в Жесчукуне и Кызыл-Октябре планируется сдать к началу учебного года. На этих площадках можно играть почти круглый год. У нас климатические условия позволяют, зимой у нас сколько снега бывает, а в основное время можно использовать. В рамках социальной программы «Газпром детям» 10 спортивных многофункциональных площадок будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. Сегодня в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии состоялось заседание, на котором подвели итоги за первое полгодие этого года и определили приоритетные задачи. На коллегии побывала Елена Прокопенко. С основным докладом выступил руководитель управления главный судебный пристав по Карачаево-Черкесии Марат Урусов. Он особо подчеркнул, что деятельность службы в первом полугодии была направлена на реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности для повышения эффективности работы по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, обеспечению установленного порядка деятельностью судов, организации дознания и осуществлению полномочий административной юрисдикции. Так, в отчетном периоде в управлении на исполнении находилось более 152 774 исполнительных производства. Судебными приставами исполнителями взысканы и перечислены должникам 299 260 000 рублей. Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике на второе полугодие 2013 года поставлены следующие задачи. Повышение эффективности применения уголовно-правовых мер и административно-правовых полномочий, реализация основных мероприятий, направленных информационной концепцией развития ФССР, совершенствование межведомственного взаимодействия, обеспечение безопасности судей, участников судебного процесса и должностных лиц службы судебных приставов, увеличение количества оконченных исполненных производств фактическим исполнением, повышение уровня сумм, взыскиваемых судебными приставами исполнителями, в том числе пополнением бюджета всех уровней. Коснулись на коллегии темы регистрации иностранных граждан. Было отмечено, что для работы необходимо выделить помещение, спецприемник. Были также затронуты и проблемы, с которыми приходится чаще всего сталкиваться. Подробно остановились на теме администрирования штрафов ГИБДД. Можно разрабатывать эту систему. У меня, видимо, есть необходимость, может быть, вам выставить все-таки какой-то инициатором, закуперщиком разработки такой схемы. Не задействованы, конечно, должны быть и банки, почта, в общем, платежные, где, не платежницы, это было, финансовые потоки, где можно было отследить. Мы как-то обсуждали, вроде бы казначейство может быть участвовать в этом деле. Но нужно выйти на выработку такой схемы, чтобы достаточно четко знать, оплатил человек это или нет. В результате, я думаю, что на половину работы у вас в этом плане уменьшится. Также на коллегии было отмечено, что на официальном сайте управления существует информационный сервис, банк данных исполнительных производств. Новый сервисный ресурс упростил жителям республики процедуру получения информации об имеющихся долгах, предъявленных на принудительное исполнение. Елена Прокопенко, Каплан Нагаев, Вести, Карачаево-Черкесия. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии информирует, что в стране продолжается эпидемический подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Наибольшее осложнение эпидемиологической ситуации отмечено в Краснодарском крае, куда ездят на море многие жители республики. Как избежать заболевания, выяснил Али Баташев. Анализы на энтеровирусы выполняются на таком современнейшем оборудовании ROTARGIN 6000. У нас таких приборов два, они с программным управлением таким. Исследования на энтеровирусы заведующей лабораторией Лали Балатаева проводят уже 7 лет. Несмотря на то, что в Карачаево-Черкесии до настоящего времени случаи заражения энтеровирусной инфекцией не регистрировались, эпидемиологическая ситуация осложняется непосредственной близостью субъектов с повышенным уровнем заболеваемости. Наиболее актуальной в последнее время является такое проявление энтеровирусной инфекции, как серозный инфекционный менингит. Мы слышали о том, как заболели дети в детском учреждении Ростовской области. И, естественно, оно проявляется в форме менингита. Симптомами этого заболевания, первыми признаками заболевания являются острые приступы головной боли, распирающего характера, которые наблюдаются в височной или в лобной части, иногда в затылочной части. Сопровождаются приступами рвоты, причем эти приступы не зависят от приема пищи, они не сопровождаются тошнотой и не приносят облегчения. При появлении первых признаков, о которых я говорила, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Основное средство профилактики заболевания – соблюдение элементарных правил гигиены. При покупке продуктов необходимо избегать несанкционированных торговых точек, а при приготовлении пищи использовать качественную воду, либо кипяченую или бутилированную, говорят в Роспотребнадзоре. Только в Черкесске и в Малокарачайском районе, в тех населенных пунктах, где водоснабжение происходит через Эшхахунский водопровод, вот в них достаточно хорошего качества вода. Остальным, вот это все остальных населенных пунктов касается. В целях профилактики заболевания Роспотребнадзором совместно с Министерством здравоохранения Республики запланированы такие мероприятия, как семинары в лечебных учреждениях для правильной диагностики заболевания, а также проверки на выполнение санитарных правил в местах летнего отдыха детей. Алибаташев Каплан-Нагаев, Вести, Карачаево-Черкесия. Футболисты Абазинского района вернулись победителями со всероссийских соревнований по футболу, проходивших с 21 по 28 июля в Краснодарском крае. Подробности расскажет Виктория Колесниченко. Команда футболистов Шарпны средней школы Аула Эльбурган Абазинского района одержала победу во всероссийских играх по футболу среди сельских команд «Колосок» в младшей возрастной группе. Соревнования прошли на берегу Азовского моря в городе Ейск. Данная команда у нас не первый раз оказывается победителем подобных соревнований. Правда, это была другая возрастная группа, и те дети уже выпустились. Но, тем не менее, в 2010-2011 году на всероссийских соревнованиях уже была победа команды Шарпна в соревнованиях «Кожаный мяч». В чередине легких матчей ребят подготовили тренера Азамат Ионов и Псабида Хамуков. Именно они смогли настроить футболистов на победу. Команда одержала по-настоящему красивые победы в двух матчах четвертьфинала. Игра с командой Чеченской республики окончилась ничьей. Первая игра у нас была со Старопольским краем, где мы выиграли 7-0. Вторая игра с Чеченской республикой. Очень упорная борьба была. 0-0 сыграли. И третья игра мы выиграли 2-1. Хотя мы проигрывали 1-0 до конца. За 5 минут мы отыграли два мяча и вышли в полуфинал. В финале наши футболисты сразились с командой Курской области. Несмотря на большое напряжение и усталость, ребята из команды Шарпны с легкостью победили соперников. Итог встречи 3-0. Команда победителей была награждена кубком и медалями. Кроме того, ребята получили комплекты специальной спортивной формы. И это еще не все. В скором времени их ждет еще один особенный приз. Я думаю, хорошим подарком нашим юным футболистам будет введение в строй, в эксплуатацию футбольного поля, которое в настоящий момент строится, монтируется по специальному проекту. Это будет настоящее профессиональное футбольное поле, типовое, соответствующее всем современным стандартам. Надеюсь, будет очень хорошее поле с искусственным покрытием. Мы почти подошли к половине работ. Остается нам сейчас только отсыпать и начнем уже класть само покрытие. На месте будущего футбольного поля на данный момент уже проведены дренажные работы. В эти дни идет выравнивание поверхности. Важно, чтобы площадка, на которой будут играть и тренироваться футболисты, была идеальна во всех отношениях. Следующий этап – укладка искусственного покрытия, а также установка ограждения и зрительских трибун, рассчитанных на 200 человек. Новое футбольное поле ведут в эксплуатацию уже осенью. Для юных футболистов это, безусловно, важное событие. Будем надеяться, что в таких условиях команда «Шарпны» сможет одерживать победы как можно чаще и добьется новых успехов. Виктория Колесниченко, Каплан Нагаев, Вести, Карачаево-Черкесия, Эльбурган. Таковы главные новости, о которых мы успеваем рассказать в прямом эфире. Развитие событий смотрите в наших ежедневных информационных выпусках. Всего доброго. 3 августа 2013 года с 8 до 13 часов Республиканская станция переливания крови в рамках государственной программы по развитию добровольного донорства службы крови проводит акцию «Суббота доноров». Призываем всех присоединиться к этой акции и помочь всем нуждающимся. Также в сентябре текущего года и в каждую первую субботу месяца будет осуществляться прием доноров с 8 до 13 часов. Контактный телефон в Черкесске 26 5401.